Девочки, дорогие, привет! Ну, мы с вами в нашем любимом магазине. Я вижу очень красивый здесь кулон. Я надеюсь, что сегодня нам повезёт. Это мой любимый магазин, в котором я всегда снимаю. Два кулона. Один часы, второй, не пойму. Может быть, тоже часы открываются. Красивое очень ожерелье. Вот два, но я не уверена насчёт них. Так, что здесь интересного? Я вижу красивую брошь. Я вижу всякие интересные клипсы. Вы тоже их видите? Здесь внизу какая-то красивая черепашка синенькая. Вот красивые клипсы Continental. 25 долларов. И здесь вот смотрите, какие есть интересные за 25 долларов. Ну, вы знаете что? Давайте я схожу на стенд. Вон что-то за 34 доллара. 35 вернее, посмотрите. Сейчас я покажу. Не могу поймать. Вот это очень красивая брошь. Здесь что-то написано. Кто это? Не понимаю. Короче, я схожу на стенд, а потом мы с вами вернёмся сюда. Сейчас мало людей. Я не думаю, что кто что-то у нас тут заберут, а заберут так заберут. Вот это красивая брошь. Мне нравится. Так, вещей поприбавилось. По сравнению с прошлым разом. Хотя бы что-то появилось. Последний раз я здесь была. Здесь вообще ничего не было. И было прям реально пусто. Я надеюсь, что мы что-то интересное найдём. Во всяком случае, за прилавком вы видели. Уже были интересные вещи. Но я пока не стала их рассматривать. Потому что, ну, не знаю, может, уведут. Пока я тут буду шариться по прилавку. Так, 6 долларов. 6 долларов браслет. Какой интересный. Правда? Ну, я никаких не вижу маркировок. Не знаю, девочки. Я стала очень избирательно подходить к тому, что я покупаю. Потому что у меня такая коллекция. Что мне просто уже... Ну, вот это красиво. 4 доллара. По-моему... По-моему, очень даже красиво. Я, как всегда, со своей тележкой, с мешочком. И мы его сложим. Что-то я здесь видела. Вот это интересное ожерелье. Самочек тога. 7 долларов. Я не вижу никакой маркировки. Я не думаю, что оно винтажное. Но оно очень интересно и красивое. Я положу себе его в тележку. А там мы посмотрим. Я что-то растерялась сегодня. Что-то у меня какое-то... Нет. Это ближайший мой любимый магазин, в который я всегда езжу. Последнее видео было из дальнего магазина, в котором я почти ничего не купила. Поездка была бестолковая. Я решила... Может быть, еще раз я когда-нибудь туда съезжу. Но... Не знаю. Просто мне было так обидно, что я так далеко ехала. Смотрите, какие клипсы. Явно винтажные. Видимо, тоже с маркировкой. Может быть, я уже даже их и видела. В Германии. Если бы еще найти к ним бусы, было бы классно. 3 доллара. Вы знаете, я их пока в тележку положу. Они такие легкие, прелестные. А там мы посмотрим. Так, всякие. Всякие. Я не думаю, что я сегодня много чего найду. Ну, вы знаете, сейчас лето. И летом у нас люди... Ну, как сказать... Летом все в отпусках. Все на дачах. Коттедж у нас так называется. Не дача, а коттедж. И люди не занимаются тем, что вычищают свои дома. Вот здесь вот что-то произошло с этим камнем. Он или потух, или его меняли. Длинная игла. 5 долларов. Брошь винтажная. Здесь маркировка какая-то, да? Made in Austria, по-моему. Австрийская брошь. Ну, уже хорошо. Хотя вот тут вот меня что-то смущает. Ну, ладно. Я потом рассмотрю ее поближе. Так. Какой красивый браслет. Но здесь потерян центральный камушек. Очень жалко. Я начала говорить, что у нас летом. И летом люди все куда-то разъезжаются. Никто не занимается чисткой и расчисткой своих домов. Поэтому вот магазины, вот эти благотворительные, они стоят пустые. 5 долларов. Большая, прибольшая брошь. Маркировки нету. Просто металлическая. Интересная, но у меня много таких. Так. Очередная роза. Мимоза. За 4 доллара. Рассмотрим ее хорошо. Рассмотрим ее с обратной стороны. Брошь винтажная, конечно. Маркировок я пока не вижу. Но вы знаете, она красивая. Красивая. За 4 доллара. Я ее положу в свою тележку. Так. Что это такое интересное? Смотрите. 4 доллара. Или это какое-то самодельное что-то. Или просто на металлической пластине. Вот такая вот красивая картинка. Вы знаете, она мне нравится. Она оригинальная. Она необычная. Возраст не скажу, не знаю. Трудно определить. Но, может быть, она достойная. Так. Здесь были интересные. А, это запонки с буквой Д. Д. Мужчине. Подарок. Ну. У нас нету никого на букву Д. В доме и запонке, тем более, никто не носит. 3,99. Ничего необычного. Так. Посмотрите. Я нашла к браслету. Я нашла сережечки. Подходят они, правильно? Давайте посмотрим. Раз. Ну, можно сказать, почти. Не совсем. Цвет другой. Ну, в общем, ладно. Я их рассмотрю. Это Клуазане, правильно? Техника Клуазане. Так. Что это у нас за такая красота? Ничего. Здесь много... Смотрите. Тоже немецкие такие наборные клипсы. Похожи на те, что я нашла. Ну, знаете, вот если бы к ним найти... Если бы к ним найти 5 долларов... Если бы к ним найти бруси, например, или брошь, было бы прикольно. А вот так, как одиночный элемент, они не являются... Не составляют большой ценности. Так, давайте... О, смотрите, что интересное. Какая интересная штуковина. За 6 долларов. Это брошь. Маркировок я не вижу, но она... Интересно. Вот это вот не смущает. Вот этот вот кристалл. Пластика. Какой-то он. Ну, сама вещь интересная. Давайте я ее положу в тележку. А там мы уже разберемся с ней поближе. Какие-то бусы. Какие-то бусы. Очередное колье. Которое я очень люблю. Но у меня что-то не то. Какое-то оно странное. С каким-то кольцом. Мне кажется, что я проскочила что-то интересное. Посмотрите, какие интересные. Серьги. За 4 доллара. Мне кажется, что они винтажные. Ну, во всяком случае, из 80-х. Как по крайней мере. Надо будет рассмотреть, если все камушки на месте. Я не пойму, это вот камушки позелевевшие? Или они такие должны быть? Маркировок я не вижу. Но сами клипсы красивые. Мне кажется, что я что-то проскочила мимо. Что это у нас? О, NR. Это не... Это сказать не наречие. Это... Эйвен. 5 долларов. Не знаю. Меня что-то сегодня все отвлекает. Но я хотя бы рада, что здесь хоть что-то появилось. Вот смотрите, какие интересные. Скорее всего, тоже из 80-х. За 4 доллара. И с ними рядом еще одно. Тоже, скорее всего, из 80-х. Так, здесь маленькая интересная брошечка. За 5 долларов. Скорее всего, тоже австрийская малютка. Очень милая. Кладем. Какие-то интересные сережки. С такой крошечкой. Но видите, они повреждены. 4 доллара. Повреждены. Так. Брош-планка. За 4 доллара. Минтажная. Красивая. Положим. Так. Ну, несмотря на то, что лето. Тем не менее. Букваси. Вот много вот таких вот всяких сережек. Стареньких. Несмотря на то, что лето. Все-таки кое-что нам попадается. Боже. Какая штучка. Нет. Ну, это что-то. Полусамодельная. Полу. Полу. Даже не знаю что. Повесим ее, пожалуй. Вот интересные клипсы. Вот интересные клипсы. Безусловно, винтажные. Но повреждена эмаль. Маркировок нету. 4 доллара. Эмаль повреждена. И какие-то они не очень. И рядом же висят тоже клипсы за 3 доллара. Маркировок нету. И они такие потемневшие. Немножко потухшие. Так что пока что я их оставлю. И там наверху какие-то броши. Клипсы. Сельди. Сельди. Я их пока повешу. А вот эту брошь рассмотрю. Мне кажется, я уже ее видела. Здесь несколько раз за 5 долларов и не взяла. Потому что маркировки нету. А просто вот такие вот металлические броши. У меня очень их много. И я не знаю. Не знаю. Так. Это что такое? Не знаю. Что-то пластиковое. Что-то современное. Так. Это что такое? 4 доллара. Сельди. Скорее всего, современное. Я не могу сказать, что сегодня какой-то очень хороший у нас улов. Будет, наверное, вряд ли. Но хоть что-то мы... Брошь. 5 долларов. Интересное. Непонятное происхождение. Скорее всего, наверное, винтажное. Но это пластик. Даже не стекло. Интересное. Такое такое необычное. Но я пока ее повешу. Так. Интересные клипсы. Смотрите, какие за 2 доллара. Тоже немецкие. Но они тоже, видите, в не очень хорошем состоянии. Видите, много сегодня немецких клипс. Которые, видимо, кто-то любитель был и принес сюда. Ну, я должна сказать, что они, смотри, все-таки кое-что мы нашли, но не особенно. Вот тоже серьги. На 6 долларов. Очень похожие на те, что предыдущие. Давайте посмотрим. Нет маркировок. И похоже, что это... Вот, судя по этой жемчужине, неплохому клею. Видите, здесь сход покрытия. Хотя выглядит как будто что-то хорошее. Так, смотрите, какие красные бусы. Пластик. Ну, пластик плотный, тяжелый. 2 доллара они стоят. Маркировок вроде бы никаких нет. Но мне кажется, что это винтаж. Потому что они очень хорошего качества. Вот, знаете, берешь в руку и маешь вещи, что называется. Я их себе положу. А там мы разберемся. Так, смотрите, какая штучка. Много вот таких вот больших каких-то бус оживели. Так, смотрите, какой-то жемчуга. Хороший жемчуг. Но мне кажется, что у него поломана... Вот, видите, поломана застежка. Сейчас я выключу, сложу его, повешу. Возьми, вот так вот повешу. Потому что у него, видите, сломана застежка. Так, это что-то футбольное. Китайско-футбольное, не просто. А китайский флаг и футбольный мяч. Такое нам не надо. Так, что-то красивое. Почем это красивое? За 6 долларов. И здесь вот буква Т. Я не знаю, что это такое. Ну, мне нравится это колье. Давайте его положим. Ну, то есть кое-что есть, но я не могу сказать, что это что-то офигенное. Такое я... Диор мы сегодня не найдем, скорее всего. Вот какие бусы манисты, тоже красные. Но мне не нравится. Это пластик. Здесь что-то такое. Так, здесь уже вся фигня. Жемчуга. Жемчуга, жемчуга. Все смотрят на меня, с кем это я разговариваю. Видите, здесь у нас пол чистый. В прошлом видео, в прошлом магазине, в который я поехала дальний, там был такой грязный пол. Я даже не заметила, честно говоря. Потом, когда монтировала, я подумала, боже, как стыдно за Канаду, что здесь такое в магазине. Какой грязный пол. Так. О, ангелочек какой симпатичный. Смотрите. Очень неплохой. Сколько он? 4 доллара? Но мне кажется, что это что-то... Я не собираю ангелов. Нет маркировки, но мне кажется, что это что-то винтажное и очень хорошее. Посмотрите, как хорошо сделано. Какой красивый кристалл. Центр большой. И, по-моему, все остальные кристаллы на месте. Вещь явно винтажная. И, по-моему, неплохая. Так, ну что, девочки, я, может быть, выключусь сейчас. И, если что-то интересное найду, то мы включимся. Это зажим для платка. Какие-то серьги филигранные. А вот, смотрите, какие интересные. Кораблики, правда? Маркировок нету, но видно, что вещь хорошая. Стоят они 6 долларов. Зря оценили, дорого. Но маркировок нету и что-то я не знаю. Хотя видно, что серьги качественные очень. Так, я стою вокруг одного места. Надо немножко подвинуться. Какой интересный кулон. Он такой без цепочки, а на такой вот веревочке. Так. Камень на цепи. Смотрите, какие деревянные, какие-то африканские лошади. Мячик. Прямо цирк приехал. Вот какое колье с камнями. Это камушки у нас. Дерево и камни. Вот тоже что-то такое интересное. Вот это тоже похоже, скорее всего, на Эйвен. А может быть и нет. Может быть просто так. Так, здесь кораблик. Кораблик летний. Тут здесь всякая куча всего висит. Вот это что-то интересное. Давайте посмотрим. Так, здесь что-то запуталось. Мне надо... Вот эти бусы, кстати, я вам не показала. Тоже такие интересные. Так, сейчас я тут все это перей... Что-то здесь происходит. Здесь есть шилдик какой-то. Он здесь написан. Не могу понять. Ничего не написано. Просто шилдик пустой. А здесь... Тоже ничего не написано. Но вещь... Смотрите, 6 долларов. Очень интересная. Не, она что-то напоминает. Но здесь есть, по-моему, потери. Видите, вот здесь бусинки не хватает. Наверное, должны были быть бусинки. Но они потеряны. Деревянные. Нет, не деревянные. Но интересно, из чего же это сделано. Бусы. Непонятно из чего. Здесь какой-то пластик. Они такие тяжелые, знаете. Как будто бы... Ну, не камень, конечно. Не стекло. Непонятно. Непонятно. Непонятно, что. Боже, ужас. Так. Это поломанная жемчуга, которую мы с вами видели. Это мы с вами уже видели, по-моему, и не раз. Так, девочки. Красота какая. Девочки, выключаюсь и включусь. Если встречу что-то интересное, найду, то покажу вам. Олейка в снегу. Боже, что такое не придумают. Если я найду что-то интересное и тогда покажу. Смотрите, нашла вот такую вот цепочку с безель. Очень симпатичная. За 4 доллара. И здесь есть какой-то шилдик, маркировка. Это NWT или NRT. Я вот не пойму. Это Little Avon. Не то что-то подобное. Но похоже на Avon. Очень красивый... Очень красивый безель. 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 Как правильно выразить? Меня так ругают, что я все неправильно произношу. Жемчуга. 3 бакса. Нет. Что это у нас? Жемчуга. Бриллианты. А видите, он отсечивается, по-моему. Красивая цепочка. Маленькая такая, мелкая, симпатичная. Но здесь нет никаких опознавательных знаков. 4 доллара стоит. Двойная цепочка. У нас таки вот с жемчужинкой. Я не умею определять, настоящее или нет. Поэтому я не знаю, девочки. Какой-то браслет. Похоже, что тоже какой-нибудь Avon. Хотим 6 долларов. Маркировок нету. Что он так дурак от семьи? Мне он не очень нравится, если честно. Он такой обычный. И очень большой в размере. Девочки, наши любимые чашечки. Что я здесь вижу? Что-то тончайшее и красивенное. Английское. Их три чашки. Вы не представляете, какие они тонкие и какие они легкие. Набор из трех чашек и трех блюдец стоит 13 долларов. Представляете, как дешево. У нас, вы знаете, они подешевели. Я не знаю, может, ничего в них нету ценного. Но они явно старенькие и английские. Надо проверить, все ли они, все ли с ними в порядке. Посмотрите. Вы не представляете, какие тончайшие. У меня, простите, маникюр не самым идеальным образом выполнен. Вы не представляете, какие они тончайшие и легчайшие. Так, подождите, что-то еще здесь есть интересное. Так, это современная. Суповая. Вот там наверху еще много всяких интересных. Сейчас я эти, наверное, заложу в тележку. И мы будем дальше рассматривать. Это японские. И здесь 4 блюдца, 4 тарелочки за 10 долларов. Но мне они меньше нравятся. Вот эти прямо что-то необыкновенное. Так, смотрите, что-то я достала сверху. Очередной какой-то япония. Но она такая довольно толстая. Хотя внутри вот это так красиво. Давайте посмотрим блюдца. 6 долларов. Просто написано, что япония. Ну, я чуть не знаю, значит, не могу сказать, что я прямо... Хотя, конечно, интересная вещь. Но после вот тех вот английских чашек, там чашек, это выглядит как будто уже такая, знаете, грубая, тяжелая. Толстый фарфор. Хотя красивая. Так, здесь что-то у нас интересное с фруктами. Немецкая Германия. Ой, западная Германия. Господи, немецкая. 8 долларов. Я не могу сказать, что мне нравится ее расцветка. И опять же, у нее очень интересная форма. Красивая. Но я, знаете, тоже переборливая, потому что дома места уже нету складывать. Муж косится на меня каждый раз, когда обнаруживает что-то новое в шкафу. Я говорю, это у нас было. Это у нас было. Роял Стюарт Англия. Мы ее уже видели, эту чашечку, или нет? Она немножко в хорошем состоянии. Она стоит 8 долларов. Но вы видите, чашка сама. Вот здесь вот покрытие сошедше. Поэтому мы ее оставим. Так, давайте, что тут еще есть интересного? Что-то я не заметила. Такие симпатяги в горошек, смотрите. Но это современные, хоть и очень милые, хорошенькие чашечки. Так, вот эти японские. Давайте еще раз на них посмотрим. Тоже тонкие-тонкие, довольно тонкие. На руне называется. Какой год? А, нет, это не год. Это 2012. Я не знаю. Это, видимо, часть от какого-то сервиза. 10 долларов, 4 штуки. Немножко они облезлые. Не знаю. Как-то не совсем мой вкус. И она здесь вот, одна чашечка, немножко побитая. Поэтому те, что я в тележку поставила, я тоже хорошенечко рассмотрю. Потому что, ну, если какие-то побитые, то я не стану. Все-таки как не есть. Вот насчет этой у меня сомнений. Я что-то не знаю. Не знаю, какая-то она. Хотя у меня ничего подобного нет. От всяких цветов, что у меня уже дофига. Этот еще я не заметила. Какие-то орущие тетки. Смотрите, какой. 14 долларов. Самурай. Что он здесь делает в чашках, я не знаю. Может быть, он относится вот к этим деревянным тарелкам. Здесь еще есть. Я прошла мимо. Royal Stratford. Bond China. Основан в 1845 году. Чашка. Крестная. Жалко. 10 долларов. Очень красивая. Очень красивая. Но чашечка, видите. Плесную-то ее не то склеивали. Или что, ну, в общем. Так, здесь еще что-то. Китай. Ну, и ладно. Значит, Китай. Это Америка. USA. Так. Ну, все. Наверное, все-таки уже все. Я увидела, посмотрела. Пойдем сейчас переберем то, что у меня есть. И я еще посмотрю там на витрине. Я кое-что видела, вам показывала. Я еще не спрашивала у них. Не спрашивала у них, как бы, посмотреть вещи. Там было пара красивых брошей. Я еще посмотрю. Какой красивый бокал. Смотрите. Ручная роспись. 4 доллара. Но это я как-то не... В этом я ничего не понимаю. Могу купить какую-то ерунду. Пойдемте пересмотрим, что мы нашли. Вот это я еще помню. Тоже Англия. Как всегда, кто-то орет рядом со мной. Что происходит вообще? Что такое? Тарелки, тарелки, тарелки. Ну, все. Пойдемте. Так, девочки. Мы с вами в книжках, в пластинках, картинках. Здесь меньше всего гремит музыка. Итак, что у нас получается по факту? По факту у нас получается. Я думаю, что вот этот ангел хорошая находка, удачная. Мне он что-то напоминает, но я не могу вспомнить. Мне кажется, что это что-то винтажное. Вот эта брошь интересная. Ну, такая винтажненькая, старенькая, простенькая брошь-планка. Но все жемчужинки на месте. Это хорошо. А здесь вот эта австрийская малышка, конечно, пойдет со мной. Эта австрийская брошь. Эта австрийская брошь тоже пойдет со мной. Кто-то ходит. Я все время себе мешаю. Хотя, несмотря на то, что вот один кристаллик не слишком хороший. Так, роза. Маркировок не нашла, но мне она нравится. Она очень хорошо сделана. Качественно, красиво. Опять же, все кристаллы на месте. Так, вот эта штуковина. Не знаю. Странная, правда? Вот этот пластиковый кристалл в центре меня как-то смущает. Но похоже, что она... Странная застежка такая. Похоже, что что-то потеряно. Здесь, видите, такая решеточка. И на нее нанизаны все эти вещи интересные. Но за 6 долларов, я не знаю. Вот это вот, мне кажется, дешевит как-то и показывает то, что оно не очень хорошее. Так, из того, что я не беру, я не беру, наверное, вот эти немецкие клипсы. Еще подумаю. Вот эти немецкие клипсы. Как-то я не знаю, что. Вот здесь потеряно много камней, стразов я разглядела. Это современная, ну, красивая, интересная. Наверное, не возьму. Насчет вот этой броши я сомневаюсь. На металле сделано. Здесь, кстати, какая-то подпись. 4 доллара. Может быть, и возьму. Мне кажется, что это какая-то художественная вещь. Так, вот этот кулон с... Ой, по-моему, показываю. С маркировкой буквочки Т. Я не знаю, что это такое, но он производит впечатление качественного, хорошего. И я нашла похожие бусы. Тоже уже после вас, без вас. Тоже с такой же... С такой же буквой Т. Тоже очень хорошие, качественные виды. Не дешевые они. Почем они? 7 долларов. Но видно, что это что-то хорошее. Вот эти красные. Пластик. Или стекло. Вы знаете, может быть, это и стекло. Они холодные. Холодные и звенят. Мне они нравятся. Тяжелые такие, прикольные. И стоят 2 доллара все больше. Что-то в них есть. Так. Ну вот это я возьму. По-моему, это Эйвен. Браслет этот. Что-то я не знаю. Подумаю. Эти серьги я уже рассмотрела. Обратную сторону это, по-моему, фишн кран. Ну, конечно, я запомню это название. Это не совсем клоузаны. Эмаль, в общем. Не знаю. Девочки, подумаю тоже. Ну вот. Такой у нас сегодня улов. А, ну и вот чашечки. Надо рассмотреть хорошо, чтобы они были целые. По-моему, да. По-моему, я не нашла никаких. Никаких в них недостатков, изъянов. В общем. Очередной улов. Ну что ж, дорогие друзья. Надеюсь, что вам понравилось. Что вам было интересно. Я еще тут постою, подумаю, поперебираю. Сейчас пойду что-то повешу назад. И, может быть, подойду к прилавку. Еще что-то возьму оттуда. И если что-то куплю, то покажу вам уже в видео, когда мы будем рассматривать украшения, которые я купила в этот раз. А на сегодня все. Всем привет от Диты. Всем пока. Всех люблю. Целуюсь. С вами была Дита. Всем пока. Бай-бай.